Врача, позовите врача, девочки! Практически спокойным голосом звала женщина медперсонал в районной больнице. Вышедшие на зов медсёстры обомлели, когда увидели пациентку. Она была в махровом халате, который был весь в крови, а между глаз у неё торчал ложь. Эта жуткая история произошла 19 ноября в одном из домов на переулке Фурманово в Обширонске, что находится в Краснодарском крае. Обычное застолье семейной пары закончилось поножовщиной. Стопка за стопкой муж и жена быстро опьянили, и мирный разговор приобрёл негативные ноты. Через некоторое время началась ссора. Сначала в ход шли оскорбления, а позже глава семейства схватился за нож, который лежал на столе и ударил им в лицо свою благоверную. Удивительно, но женщина чудом выжила. От шока она, похоже, даже не отдавала отчёт в том, что происходит. Более того, она с ножом в голове сумела самостоятельно добраться до соседей и попросить помощи. Пострадавшая поступила в больницу в 22.30, её тут же отправили на операционный стол, рассказывает в Минздраве Краснодарского края. Женщине удалили нож, длина лезвия была 25 см. Медики сначала переживали, что холодное оружие могло задеть важные органы. Сама операция длилась 60 минут, до излечения ножа до конца не было понятно о повреждённых структурах. В районной больнице Обширонском нет компьютерной томографии, уточняют медики. Однако позже удалось уточнить травму пациентки. У неё была повреждена носовая перегородка, левые носовые раковины, левая гайморова пазуха. Во время операции хирурги удостоверились, что кровообращение не задето, а после того, как извлекли нож, зашили носовую перегородку. Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. Пока она находится в больнице, к выписке её не готовят. По словам медиков, женщине предстоит ряд плановых реконструктивных операций. Пока женщина под наблюдением медиков, её 64-летний муж общается со следователями. На него уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство 60-летней супруги.